Ну мы с тобой находимся в уникальном мемориальном месте Санкт-Петербурга и нашей страны. Мы находимся в Иоанновском районе Петропавловской крепости, где в 1932 году начал свои испытания первых жидкостных ракетных двигателей по Циолковску молодой Валентин Петрович Глушко, инженер. Он только что закончил Ленинградский университет. А здесь мы стоим как раз перед двигателем, детищем моего, который вот здесь ты видишь. Двигатель от ракеты Р-7. Это первая ступень, рядом двигатель второй ступени. И именно вот эти двигатели 4 октября 1957 года запускают первый в мире искусственный спутник Земли. А сегодня день какой? 3 ноября. 3 ноября был запущен второй искусственный спутник с собакой Лайкой. Первое живое существо полетело в космос. Открыло дорогу для полетов и человека. Затем эти же двигатели на ракете Р-7, на которой была первая и вторая ступень, ставится третья ступень модели, вот здесь этой ракеты видишь. Вот ставится космический корабль «Восток». И Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года летит в космос, совершает один облет вокруг Земли. 108 минут полета. 12 апреля здесь у нас в крепости проходит всегда праздник, посвященный Дню космонавтики. И ребята делают ракеты свои и запускают их, как раз где вертолетная площадка, вот уже 28 лет подряд. Это делают сами ребята из дворца юного творчества, так называют Анечков, бывший дворец пионеров, и многих секций в разных дворцах по нашему городу. Они собираются, здесь запускают. Ну и также сейчас мы много можем говорить о том, что увлечение космонавтикой ребята усилилось, им становится интересно, и больше того, что мы проводим с ними занятия с детьми. И в частности, сейчас вот в следующем году летит в космос наш питерский космонавт на второй свой полет Андрей Борисенко, и мы объявили конкурс среди детей, в который дети должны предложить свой эксперимент в космосе, который Андрей Борисенко проведет. И вот 12 апреля мы подведем итоги этого конкурса, и в сентябре Андрей его возьмет с собой, этот эксперимент, и там на орбите сделает, его проведет. А в чем должен заключаться эксперимент? А там вот как дети придут, кто какие-то космические там проводят, какие-то предлагают, что летают, как летают в невесомости, какие-то вещи, какие-то что-то, как есть какие-то питания продуктов, питание продуктов, все это. Вот это все, как бы сказать, разные. Потом кто посмотреть за звездами, кто за землей, посмотреть на сверкающие молнии, снять что-то именно интересное. То есть вот это такой, как бы сказать, будет отобран самый лучший эксперимент, и он полетит в космос. Причем это все школьники всего нашего Петербурга, всех в школах многие занимаются. При содействии Федерации космонавтики был отреставрирован и недавно открыт музей космонавтики и ракетной техники. Какие, на Ваш взгляд, экспонаты являются наиболее интересными и информативными для молодежи? Ну, Вы уже знаете, что музей существует здесь больше 40 лет. На этом мемориальном музее мы его так считаем. И я бы хотел сказать, что действительно главное, которое здесь, вот я считаю, что историческая часть, которая есть, это уникальная установка электрического, для испытания электрического ракетного двигателя. Чем она уникальна? Она находится на том же самом месте, где она была в 1934 году. И ее воссоздал здесь в 80-х годах тот человек Соколов, который работал на ней, который ее создавал в те времена. Больше того, что на тех же предприятиях Санкт-Петербурга, где он взял в 1933 году, всякие изоляторы и все эти запчасти, он на тех же заводах и забрал снова эти все. Поэтому она уникальна, мы считаем, она мемориальная. И она именно, вот я говорю, что находится на самом том же месте. С точки зрения, Вы уже видели в музее, что здесь действительно представлен ряд двигателей, потому что Валентин Петрович начал, разрабатывал здесь как раз шуткостные ракетные двигатели, ракет. И целая серия двигателей здесь представлена. Больше того, что здесь представлено, и также достижения и экспонаты предприятий космической. Вот, то есть, также тоже не телевидение, которое делало камеры, которыми снимали Гагарина и сейчас снимают космонавтов. Здесь представлены шасси лунохода и пульт управления луноходом. Потому что это тоже у нас в Питере, вот, в НИИ Трансмаш делали как раз, вот, кстати говоря, 17-го будет ноября, будет опять очередная дата, вот, полета нашего знаменитого лунохода на Луну. Вот, поэтому здесь очень много есть таких экспонатов, они значимы с точки зрения истории. Но нужно, что еще нужно, да, нужно для того, чтобы современные дети ближе к этому, ближе к этому вошли, нужно, конечно, сейчас внедрять интерактивные экраны, интерактивные схемы, вот, такие, которые могли бы показывать, рассказывать, как работают двигатели, какие задачи решаются космонавтами на орбите, как космонавты, в чем сейчас работают в космосе, как они, извини, что едят даже в космосе. Это важно, как тренируются в космосе. Это все нужно показать. Для этого нужно интерактивное, развитие интерактивных вещей, всякие делать, тренажерные вещи ставить, сюда доставлять. Поэтому здесь открывается поле деятельности широкое, для того, чтобы дальше, вот, превратить музей, придать вот такое современное звучание, которое будет интересно детям. Олег Петрович, какие, на Ваш взгляд, экспонаты следовало бы добавить в музей? Ну, музей сейчас нужно снастить этой интерактивной всей техникой. Действительно, показать в действии, как работают аппараты, как работают космонавты, вот, это все можно сделать через интерактивные всякие панели, экраны, вот, ну, не говоря уже и тренажеры, которые бы могли здесь стоять, на которых можно было бы работать, смотреть. В частности, есть замечательные тренажеры космического корабля, в котором можно заниматься и осуществлять стыковку. Дети могут, летать могут они. Вот, и поэтому здесь вот эти вещи, они нужны, и мы сейчас это будем, это прорабатывать. Олег Петрович, скажите, а с чего начинали космонавты интересоваться космосом? Ну, вот, многие космонавты говорят, что они начали в детстве читали фантастические книжки, вот, и про космос, и в частности, и сталкивались с книжками Циолковского, внеземлевичем, знаменитый Циолковский, что он действительно написал, не только предложил в качестве ракеты, как достижение полета в космос, но он и описал жизнь, деятельность космонавта на орбите, в невесомости, все это им было написано. Ну, и, конечно, идет сначала, конечно, фантастика, детей увлекает, она интересна. А потом, конечно, все зависит от того, что это и кружки, которые и ракетно-моделизма, кружки, вот, во Дворце Юного Творчества есть знаменитый клуб космонавтов имени Германа Степановича Титова, где они проходят занятия и астрономией занимаются, и на тренажерах работают, и, так что, вот эта вещь, которая позволяет детям ближе столкнуться с необычной, то есть, средой, которая тебя зовет, которая, ты вот выходишь в небо, посмотрел, увидел огромное количество звезд, а что же там, как это, и как это дотронуться до них рукой. Для этого надо стать космонавтом, но можно стать и не космонавтом, но можно заниматься космической техникой, потому что она на самом передовом уровне техники, она собрала все, самое последнее достижение мировой техники, науки и техники, поэтому космонавтикой заниматься детям всегда интересно, просто их надо к этому привести, вот, и тогда они, потому что я вам скажу такой пример, мы когда возим детей в звездный городок, победители всяких конкурсов на космическую тематику, и они когда едут туда еще, они, как бы сказать, едут так, ну, нас везут, нас послали, а когда они возвращаются из звездного городка, у них уже горят глаза, они уже готовы, готовы лететь в космос. Да, у меня к вам вопрос, как связать космонавтику и духовность нашей страны? Ну, мы же говорим, что, действительно, что космос это то огромное вселенное, которое находится над нами, ну, в которой мы все равно, все равно мы находимся, и как говорил второй космонавт Земли Герман Степанович Титов, он говорил, что мы все космонавты, мы летим на огромном космическом корабле под названием Земля. Ну, и, конечно, мы чтим наши памятники, наших предков, и, безусловно, очередной праздник у нас завтра – это праздник иконы Казанской Божьей Матери. Так что я считаю, что связь вот религии, нашей истории, все это неразрывно, это духовная связь всего нашего страны. Сергей Петрович, что бы вы могли пожелать молодежи? Молодежи, я хочу пожелать здоровья, я хочу пожелать большого, неиссякаемого интереса к космонавтике, и прежде всего к отечественной космонавтике, для того, чтобы стать достойными продолжателями, как говорят, традиций, для того, чтобы быть великолепными и конструкторами, и технологами, и, конечно же, космонавтами. Прежде всего здоровья, интереса и творчества. Продолжение следует...